Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сторожи здесь подсказывают Мы уже съели его Мы его съели Как вы нам теперь его не продадите Можно еще пойти покушать Я уже съел это Вы же убытки понесли Наверное нет Мы же должны вам возместить ущерб Что ущерб Не подождите Вы либо берете оплату Либо не берете и говорите что претензий к нам не имеете Если мы его не оплатим У вас претензии будут к нам или нет Я знаю что я могу Вы давайте дурачка себя не строите Вам задали конкретный вопрос Чтобы нам отсюда спокойно уйти И спать спокойно Мы должны получить информацию Мне не нужны комментарии У вас претензии есть к тому что мы не оплатили данный товар Потому что Вы уже решаете работать Кому не мешаем Мы же восприниматели Что ты Что тебе надо Ты кто такой Мне надо Охранник Что охрана Охрана чего Туалет охраняешь Что за охранник Представь Ты подошел Кто ты такой Представь Что не надо Да пусть попрыгает Товар верните Дедушка Устал на пенсии С внучками сидеть Девушка Товар пока что верните Потому что конфликтную ситуацию не урегулировали Значит вы будете брать оплату Да или нет за этот товар Оплату не взяли Товар забрали Пояснить отказались Ну я так предполагаю Что они ему Ну они и так там Будут думать Некачественный товар уже продали Они будут в Краснодаре У юристов консультироваться В Краснодаре Владимир Владимирович Да давай Корченный товар Нарушение вакуровки Нарушение вакуровки То есть он уже протух Мы будем по чуть-чуть у вас Выявлять просрочку Пока вы сами не научитесь Устранять просрочку Каждый день Каждый день Каждый день Трое суток Покажи Вот здесь указано Приготовлено 16 числа Срок годности переднику артуре Плюс 4 Плюс минус 2 Плюс 2 Плюс 6 Срок 8 часов Но это не самое главное Самое главное в другом В холодильнике плюс 18 Соответственно срок годности 3 часа Значит 16-го 4 утра Знаете в холодильнике? В холодильнике где? В холодильнике где? Где ты взял курицу? Какие холодильнике должны Включать курицу? Надо протереть В холодильнике Девушка Это у вас холодильнике? Да А почему он там плюс 18? Это не хватит Это Подогрев Это мармит Правильно? Ну то есть как мармит Подогрев Так вот Почему вы пишете Здесь же условия Срок годности 48 часов При температуре Плюс 4 Плюс 2 Так там Плюс 18 Какие? Плюс 4 Плюс 2 И написано Срок годности 6 часов При температуре Плюс 20 Так она изготовлена Вот в правом углу Там вот Возле вашей руки Там есть градусы Показывает 18 градусов То есть там Там 18 градусов Да 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 Как вы отключились? Нет Дело то в другом У нее 6 часов Они прописывают У них срок годности 6 часов При температуре Выше Чем в холодильнике Ашень 21 Изготовлено 16 А вы все Вот положите И распечатайте Да Давайте Вот у себя Взвести такую Маскировку Что вам мешает? Кто-нибудь положите И завесьте И посмотрите Какая дата Изготовлена Изготовлена Когда? Сверху То что упаковали вы Просрочно Это понятно Только А сверху Дата изготовления Срок годности У нее 6 часов Так она испортилась Когда? Держи 16-го числа 17 18 19 На 5 суток Но эти 16 Вы изготовлены А у них двое Это 17 Какие? А какие двое Вы продаете ее? Это в холодильнике Это в холодильнике 48 часов А при температуре Вот этой 6 часов У вас указано По закону 3 часа Значит 5 суток Значит 5 суток 5 суток Она здесь лежит И продается Да уже видно По курице Она умерла Что нам Протухла? Вот У нас такая Она жарится Она не такая Да по ней Визуально видно Что у нас старая Ну что вы говорите И даже пробовать Нет Я два года занимаюсь этим Я визуально вижу Что она высохшая Хорошо Сделайте маркировочку Посмотрим Когда она Приготовлена Одну нам Давайте Одну вам Сравним Ну Просрочку 5 А Вы нам Дали Кура Гриль Изготовлена 15 15 Да 15 0 9 Что угодно 6 часов При такой температуре Я же вам говорю Что по ней Видно Я же вам говорю Что по ней Видно Руководство Не приходит Позовите руководство Мы бы побеседовали С удовольствием Ну это понятно Ну получается Что это на 6 суток Просроченная курица На 6 суток Просроченная курица Курица Это вообще Курица Не знаю Почему Кура Честно Нет Нет Да не сегодня Ну что вы говорите Нет Маркировка говорит Обратно По курице Видно Что она на сегодняшний Мы же верим Вот этому Правильно Я понимаю Я же еще раз говорю Если Вот это Приготовлено 16 Кура Сделана 15 Очень интересно Нет Ну понятно Ну это же 16 Это Очень все странно Ну вы ведь сами понимаете Вы Вы реализовываете Вы хотя бы сами посмотрели бы Что мы продаем Ребята Я не забиваю товар Выбивайте На витрину Товар забивает у нас товар Срок годности 6 часов Я говорю Это опять же Срок годности 6 часов У вас в маркировке На самом деле 3 часа срок годности По закону И в холодильнике Не 48 часов А на самом деле 12 Это насколько Магазин увеличивает Сроки годности Так Ростерком Ростерком Перам Говорит Нормально Два раза здесь Срок увеличили В холодильнике А народ Пускай ест Пусть нравится Многие же не знают Об этом Я не знал Покупал раньше Потом Что ж такое съел Вроде свежая курица была Оказывается Упаковали Вот так Покупали Покупали Курица Видать Что она Просто мертвая Она В ужасном состоянии Просто В ужасном состоянии Просто В ужасном состоянии Она Неужели Давай покажем Да И кто-то купил И кто-то Наверное На унитазе сидит Это А это Просто Там где Раслоилось Безобразно Взяли и отрезали Не факт что купили А просто вытянули Может быть и да Да не может быть А так оно есть То есть Кусок не могли продать Потому что Если уж покупать Так явно вот эту сторону Он не ту Я сделал стоп-кадр И сравнив этот кусок с кем Либо к бабушке Не знаю И пикнули А мой вот так и продается Смотри Так что Может килограммчик возьмем Да Можно Как А весы А весы не работают А весы не продают Они же как-то Продают рыбу Ну ты сейчас проверим Не может быть Чтобы они не продавали Может на витрину Витрина то поставили Значит Зачем тогда лежит Сколько она здесь лежит А в рыбу то продают Мойвачки А ну хорошо Денис Килограмм мойвы возьмем В прошлый раз не продавали Говорили весы не работают А сейчас продаются Других весов А А, мой в очки килограммчик. И как вежливо, вот, сказать, общаться с ним. Ни коня, от него бегаем. Ой, уже 2 часа больше, да? Что-то звонил, помню, знал, и... Даже там. Давай посмотрим по маркировке, что там у нас. По сроку хранения. И какая она, блядь, блядь, блядь? Сроку изготовления, сроку хранения, да. Вообще, что это? А что это будет? Рызку мойла. Срок водности 48 часов. При температуре 2 плюс минус 2. Адрес посовки здесь. Минус 2. Адрес производства тоже здесь. То есть они здесь выращивают, я не могу, в подвале. А почему? Она не написана какая. Должно быть, либо написано фальшиво, либо замороженое. Что-то ПФ из рыбы мойва. Что такое ПФ? ПФ фабрикант. Из рыбы мойва. Нера. Сделеное. Изготовлено из мороженого что такое? Мороженого сырья. Ну вот это. Она не поместилась. А, мороженое сырья. То есть они пишут, что она изготовленная. То есть они дифронстакцию расценивают как изготовление. Изготовление. Ага. То есть это не полупубликатор. Размороженое, это, знаете, полупубликатор. Так, а у нас, значит, здесь такая информация для потребителей. Просто мойва. Просто мойва. Незамороженое не написано. Хотя на вид она, естественно, незамороженная. Ну ладно. Нехважденное не написано. Выдаем человеку, который эту булочку сейчас купит. Смысл в том, что его не знают, нас знают. Нам не продают, предположительно, ему продадут. Все. И вот мы и проверим сейчас. Денежку даем тогда какую-нибудь. Покажите, пожалуйста. И блочки переверните обратно к стороне. Игорь, не хотите с нами переседовать? Игорь, била балаболка сегодня. Ты балаболка. Свой базар не отключаешь. И теперь у тебя все будут подпичить и гости канала. И люди, которые будут с этим. И назвать тебя балаболом. Денис. Булочку что даем, да? Денежку там оставим тогда у себя. Сколько она стоит? Желездача. Пациент. Ну, нет рублей. Нам просто надо вернуть булочку. Нам как доказательство. Давай сделаем так. Это мы оставляем, а денежку на себя ставим. Пойдите, купите просто другую булочку. Свежую. Да, мы не забудем, что мы пришли. Ну, нет, просто спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Где ваша хваленая бдительность? Вот при вас, при вас, при кассире. Вы унесли потом. Вы можете записать себе предложение. Можете позвонить на горячую... Ну, вы понимаете, что вот, что вот, кто вы теперь? А, Игорь? Черт, вы просрочку-то не смотрите, когда другие люди потухают. Только у нас просрочку смотрите? Есть ли ты? Конечно, есть. Я же говорю, вы только у нас просрочку смотрите? Почему вы у детей не смотрите просрочку? Почему у вас работники в плохом состоянии работают? У них же от вас плохо. А, просрочки вы... Вы переработали. Единесменно работаете. Или отмазка вам так плохо. Вы просили скорую вызвать. А ему плевать на этот универ. На морднике тоже не сидят, вот здесь. Клопная... А, не кормите сотрудников. А, наверное, просрочку кормят. Точно. Пускай все слышат, что вы торгуете говном. Курица лежит. Курица грим. Да, просрочку. Пускай все послушают. Молодые люди, смотрите. Просроченная курица грим. На пять суток. Пять суток. Вы считаете нормальным это? Куда ты ушел? Иди сюда. Все, просроченная. Все, что убежал-то? Что, смелость-то где теперь? В одно место засунул? А совести, наверное, нету и не было никогда, да? Или потерял? Когда потерял совесть? У вас в магазин, когда потерял совесть? Мы к вам приходим в какой день? Третий? Четвертый? Сейчас берут сотрудники полиции и разберемся. Все, с вами больше не о чем разговаривать. Не о чем. Так о подстройке поговори. Как вы детям только что просрочку продали? Не хочешь рассказать? Нет? Вы же сейчас смотрите. Потерял смелость? Какой смелость? Совести нету ни у кого у вас. Сколько вам надо прийти? Десять, двадцать раз, тридцать раз прийти? Сколько? Или вы ждете, пока кто-нибудь умрет от вашей просрочки? Этого добиваетесь? Неужели у самих детей нету? Вам настолько насрать на всех. Свинарник развили в магазине. Ни одного помойного магазина нет в городе такого. Даже дикси были намного лучше. А сейчас дикси перешли в ваш магнит. И сам таким свинарником помоем торгуете. Помоем. Рыба говно, курица говно. Не стыдно вам-то. Вы здесь работаете. У вас же и соседи сюда приходят. А если ваш ребенок зайдет на курочку и купит пять суток просрока, а там на шесть есть лежат. Неужели вам настолько на своих насрать? На свою семью? Читают людей за баранов. Указали. Упаковано. Ну, она же свежая, она упаковано только что. Она свежая. Да? А то, что она шестнадцатого изготовленной срок годности три часа. О! Какие замечательные сливки. Смотри, какие сливы-то не заметили в упаковке. Они все в плесени. Да. И срок годности на них не установлены. Это жижа написано. Да, да, написано. Срок годности не ограничен. Не ограничен. Можно продавать даже в таком состоянии. По этой маркировке можно продавать в таком состоянии. Может, срок не ограничен. Ну, что на это-то отвешивание, Игорек? Что ты жопой-то повернулся покупателям? Что, нервы? Нервы ходишь туда-сюда. А на вы называть у меня язык не поворачивайся. Потому что вы помоями, помои скармливаете людям. Какое вы может быть вообще? Что, вас оскорбили бедным не сейчас? Почему вот это говно на реализации? Вот, посмотрите. Это нормально. Ну, это... Что это? Что? Он теряет органолептические свойства. Это бывает. Срок годности не ограничен. Это перебирается. Срок годности. И все выкнигивается. Это... Это... Плесень. Это не один день. Я говорю, в первую очередь, вы относитесь уважительно к людям. Что вы ходите тыкать? Как я могу уважительно относиться? Я с вами на одном поле срать не садилась. Чтобы вы тыкали мне. Чтобы вы тыкали... Вот ты что? Обычно в поле срешь? Видимо, рядом с вами. Денис, давайте не будем, хорошо? Да будем, будем. Вот таким говном нельзя оторвать. Курица просрочена на 5 суток. Это нормально. Там вообще проблема в упаковке. Какой упаковке? Что для вас более уважительно? Когда человек обращается на ты? Или когда... Не надо оскорблять работников. Никто не... Давайте вот я вам скажу, как мы первый день сюда пришли. Я Денису давно знаю. Очень давно. Смотрите. В первую очередь, надо брать пример себя, Денис. В машине сначала порядок наведите. Я когда с вами в такси езжу, извините. В своем свинарнике разберись. Вот это говно почистить. Да это бесполезно. Вы обвиняете людей в хамстве, но при этом не смотрите на других. На вас. Обращайтесь уважительно. В любой ситуации. Ну как? Послушайте меня. В любой ситуации. Вам кто-то тыкнул здесь. Послушайте, вот буквально 30 секунд. Вас угорбили. Да. Никто. Да. От вас тоже не видно. От вас тоже не видно. Послушайте 30 секунд. С 17 числа мы сюда пришли. Наш разговор, знаете, с чего начался? Вот мы нашли просрочку и говорим руководству. Возьмите, зафиксируйте, что вот правонарушение. Признайтесь, извинитесь, перед потенциальными покупателями. И мы не называем полицию. Мы не занимаемся вот этим, то, что вот мы сейчас делаем. Понимаете? Все. Нет. Почему-то в пятерочке так делают, в перекрестке так делают. А здесь ни в какую, понимаете? В нос уже тухлятину суешь. Вот там рыбка есть. Вот ролик, который завтра, завтра, послезавтра выйдет. Я покажу специально скрин предыдущего ролика и сегодняшнего дня. Просто вот этот вот кусок рыбы там взяли, тухляк отрезали, и он дальше лежит, продолжает. Я хочу вам сказать, вы не первый раз и не первый день ходите по магазинам. Да какая разница? Да мы будем ходить каждый день. Вы ходите хоть с утра до вечера. Вас что задевает конкретно? Вы вообще не мешаете. Никаким образом. Вы знаете, это торговля. Знаем. И зависит не все от продавца. И не все заходы. Знаем. Это приходит плохого качества. Зависит от руководителя, который не хочет устранять. Да не хватает народа. Ради бога. Так вы приходите, помогайте. Мы только роды будем. Ну а вы зарплату нам будете платить? Ради бога. Устраивайтесь. Устраивайтесь. Я говорю, вы зарплату будете платить? Конечно. Вот лично вы будете платить зарплату? Нет, ну не лично я. Это торговля. Это продукт. Это не торговля. Это руководители такие. Руководители. Я не могу предусмотреть все. Вот послушайте. В магазине с миллионными оборотами. Смотрите. Вот когда руководителю... Как вас зовут? Мне зовут Жанна Владимировна. Жанна Владимировна. Вот когда руководителю прям показываешь, вот смотрите просрочка, уберите. Уберите, просто уберите. Без камер, без ничего. Нет. Нет. Вы хотите сказать, что вы подошли к нашему руководителю, она вас послала и прям... Да, да. Так я говорю, я сейчас готов. Если вы сейчас вот под видеокамерой признаете вот эти правонарушения, мы отменим сотрудников полиции. Нет, я ради бога. Если вы сняли, я говорю... Но это не вы должны делать, а руководитель магазина. И он должен пообещать, что он устранит это. Понимаете? Мы должны прийти в следующий раз и посмотреть, что, допустим, пончики, у них добавилась дата разморозки. И вы не вводите в заблуждение людей о том, что пончики якобы здесь изготовлены. Да не изготавливаются здесь пончики, они здесь только размораживаются. И дату хранения... Да это вам понятно, а мне непонятно. Другим... Я говорю, бывает всякое. Я говорю, опять же. Да не бывает всякое. Когда не хватает народа, где-то ошибки имеют место быть. Да это не ошибки, это умышленно. Владимир меня зовут. Владимир, я единственное, что я подошла из-за того, что мне не нравится, как разговаривает джуриц. Мы... Всех тыкать, нации, ты такой, ты секой, ты такая... Хорошо, хорошо. Вот я сейчас... Смотрите, Денис, давай один может звать. Вот смотрите, как вы считаете, кто первый начал хамить? Стою, никого не трогаю, за мной никого нету, очереди нету. Стоит кассир, говорит, отойдите. Уберите свой... Я вам фоткал ватрушку с чеком. Говорит, уберите с транспортировочной ленты. Что я ей такого сделал? Чем я ей мешаю? Почему она мне... Я вам расскажу, я выложу это. Почему она начинает меня шпенять? Я кто? Подождите, вам кассир пикала? Она мне сказала, отойди. Отойдите. Да какая разница, я говорю, сними у тебя же трусы. На вы. Опять же, да. Понимаете, на вы. Зачем это делать? Зачем? Зачем провоцировать людей? Зачем? Зачем вы провоцироваете? Ну мы-то делаем для определенных вещей, понимаете? Чтобы показать, какие вы есть на самом деле. Понимаете? Вы все это зафиксируете. Это ради бога, это все пойдет дальше куда-то в суд. Да, да, да. Опять же, зачем вы провоцироваете людей? Вы когда следите за поведением других людей, обращайте внимание, как ведете вы себя сами. Не важно, какой я. Я могу быть плохой, я признаю, пускай я самый плохой в мире человек. Но это не дает вам повод со мной так общаться, как общаетесь вы. Понимаете? Я вам еще ни разу не нахожусь. Я не про вас говорю. Я кассирам, покупателям, другим работникам. Не имею никаких претензий. Я еще раз говорю, рыба гниет с головы. Вот тот руководитель, который позволил себя так вести, и то, что мы сюда приходим почти каждый день, это вина руководителя. Это руководитель не решил конфликт. Это из-за него сюда приезжают сотрудники полиции. Из-за него мы сюда приезжаем. Из-за него приезжает, там, ну будет куча разборок, судов и тому подобное прочее. Видите, пишите юристам в Краснодар. Претензию, все официально, мы официально все делаем. Они кто такие? Они кто такие? Я вам еще раз объясняю. Эти простые работники работают в других магазинах. Театральный бульвар 8, повторюсь. Вот просрочку там не найду. А у вас я найду просрочку элементарно. Элементарно. Послушайте меня. Потому что у нас немножко разный формат в магазинах. Да не в формате девоков. Тысячник и миллион. Да, где вот это? Да, понятно, что бесполезно. Не, ну, по крайней мере, человек задается вопросом, что вот его что-то как бы задевает. Ну, слава богу. Надеюсь, и руководство это будет задевать. И, наконец-то, они будут признавать свою вину. Без вызова полиции и оформления всего этого. Да, Игорь? Может быть, донесете до вашего руководства именно этого магазина? Не в Краснодаре. Что надо уметь признавать свои ошибки. И в этом нет ничего страшного. Я об этом уже второй раз вам говорю. Точнее, даже третий раз. Сегодня. И пугать нас полицией, как вы сейчас пытались это делать, ну, просто, знаете, смешно. Полиция не едет. По нашему заявлению едет? По нашему заявлению едет что ли? Ну, он же через 30 минут должен был быть, и его нету. Он должен был быть минут назад. Теперь у него нет. Ну, по ППС, ладно, там они там свои хотят прибомбаться сделать. Кто-то скорая должна, по идее, приехать. У человека плохо стало. Или должно было стать плохо, я точно не знаю. Должно было стать. И он, значит, она его просит вызови не скорую, а он вызывает полицию. Но, видимо, полиция не вызывает. Да непонятно, как он вызывает. Да ибо. Ну что, подводим итог нашего похождения сегодняшнего. Первое, это вот у нас рыбка раз вакуум, которую мы купили. Далее булочка просроченная. Сколько там? Сейчас уже она вообще намного просрочилась. Далее был кофе. Две упаковки просроченные на две недели. Одну из упаковок нам отказали продавать, потому что мы ее открыли. Но мы провели эксперимент. И они продали все-таки детям. Мы им дали денежку, чтобы они купили. Им продали и не смотрели они никакие сроки. Значит, только нам не продают. Далее тоже просрочка срок годности. И год, именно с месяца 13-го, 9-го просрочия. Далее. Вот это без маркировки. Причем, вернее, без указания срока годности. Причем у них написано, что срок годности не ограничен. То есть, если она превращается вот такое состояние в плесень, значит, можно торговать и далее. Раз, еще. Далее курочка просроченная на 5 суток. Рыба запрещенная к реализации в размороженном виде. Также без указания срока годности. А здесь есть вообще какой-либо маркировка. То есть, ни здесь нету нигде. Ни на этих выпечках и, соответственно, ни на этих. Вот это все запрещено к реализации. Да тут такой спектакль был. Женщине плохо стало, да? Полегчало? Полегчало. Выпила таблетку. Ну, слава богу. Понимаете, вот я рад за вас. А я вот не выпил таблетку. Я очень рад, чтобы за меня очень рады. Не выпил таблетку. И не поел. И пробыл здесь минимум 3 часа. Ну, что же мы не поели-то? Давайте я вам чаю налью. Давайте. Налить вам чаю? Давайте. Сейчас приду налью. Ну, вы только говорить умеете, понимаете. В том-то дело, я много... Да кому не дали сегодня поработать. Я много раз вас ловлю, не конкретно вас, ваших сотрудников, особенно руководство, ловлю на слово, на обещание. И оказывается, что это пух, пшик, ни о чем. Вот, предлагали мне к вам на работу устроиться. Дороги бога, пшик. Приходите. Так я вот, я же допрашиваюсь. Давайте. Второй момент. Говорит, что только... Смыси, все мне продают просрочку. Провели социальный эксперимент. Ребенку продали булочку просроченную. При том человеке, который, так сказать, это делал. Обещание. Вот это обещание сделал, понимаешь. Понимаете? Я все понимаю. Вот эти вот пустые слова, они ни о чем. А я вот много раз объяснял. Когда мы сюда первый раз пришли, первый раз пришли, наш разговор заключался в том, что просто обратите внимание на те замечания, которые мы обнаружили. Извинитесь на видеозапись, потому что мы занимаемся обсечественной деятельностью. Мы фиксируем и выкладываем в социальные сети. Извинитесь, принесите потенциальным, не нам, потенциальным покупателям извинения. Пообещайте исправиться. Исправьте эту ситуацию. И не будет никакой полиции. Мы не будем заниматься вот этим всем, понимаете? Просто при нас, ну, сделайте вид, что оно не будет, скажем так, заново выставлено на реализацию. И все. Так делают все магазины. Так делают перекресток. У меня просто есть видеоролики на эту тему. Перекресток. Пятерочка вот из последних роликов. Без вопросов, без вызова полиции. Нет. Нет. Более того, мы также претензии вручаем официально, письменные претензии. Берут без проблем. И тут ли с того ни сего претензию не берут, понимаете? Вот очень много моментов, которые говорят о том, что как бы с вашей стороны не все гладко. Я понимаю, что мы с какой-то степени провоцируем вас. Конкретно вас, там, других. Почему? Ну, а иначе как? Ну, как? Как привлечь внимание общественности к тому, чтобы вот обратили на это внимание? Понимаете? Ну, никак. Потому что с радостью вы помогли вам во всем ваших начинаниях. Так это не нам надо помогать. Мы работаем на кассе. Вот, понимаете? Мы кассиры. Сектор касс. Я понимаю. Но мы через вас проходим. Мы через вас проходим. Не надо присмотреть вот каждую позицию, которую вы дали. Это не ваша функция. У вас есть работники, которые отвечают за это. Вы пришли ко мне на кассу, и вы провоцируете меня на конфликт. Вы кричали на меня в прошлый раз. Кричали. Я просила не кричить, я не глухая. Было? Было. Считайте, что... Нет, я же не говорю, что это не так, либо так. А я вас просто попросила не кричить. Я не могу. Во-первых, звук должен писаться. Это раз. Во-вторых... Вам нужен... Вам нужен... Вау нужен... Вау нужен... Вау, эффект, хайп. Все правильно. Называйте это так. Да, я же... Ну, я не скрываю, что я специально вас провоцирую на эмоции, там, на что-то. Ну, это... Ну, это понятно. Ну, так, если вам это понятно, не ведитесь на провокацию. А я не ведусь на провокацию. Ну, как не ведетесь? Я не ведусь на провокацию. Ну, ведетесь, ведетесь. Просто, когда я концентрируюсь, я работаю с деньгами. Просто с деньгами. И чтобы отсчитать вот это вот, сдачу покупателей, все, вот это вы поймите. Ну, вы нас уже обслуживаете, там, допокупать или нету дела. А ходите вокруг каждой кассы вот так вот. Кричите, кричите, всем что-то... Ну, не кричи, мы специально. Нет, мы... Ну, кричите вам, чтобы... Я обычно молчу, а подключаюсь уже в самый последний момент, когда возникает какая-то конфликтная ситуация. Ну, ладно. Вот с вами возникла конфликтная ситуация, я подключился. Сегодня меня ни с того ни с сего с места решили сдвинуть, булочки убрать. Я подключился, и вам плохо вдруг стало. Хотя мы не в вашей кассе были, к вам никакого отношения не было. Да, я громко реагирую, чтобы осадить того человека, который на меня начинает вот эту атаку словесную, моральную. А я не могу вести конфликт с покупателем, который... А вам и не надо вести, вы там не участвовали никак, понимаете? Когда, извиняюсь за выражение, нахожусь в стае волков, да, мне надо взять что-то потяжелее в руки и разогнать эту стаю. А еще лучше какую-нибудь взять и ударить хорошенько, ну, образно говоря. Я даже не слышу, что они у меня спрашивают из-за ваших вот этих всех вот разговоров, понимаете? Поэтому вас должны обучать стрессоустойчивости, клиентаориентированности, и чтобы кассир не делал замечания, понимаете? Вот мы все уже прошли этот масочный режим, когда людей заставляли одеть эти намордники, понимаете? Нет, все равно не так стоишь, не то одет, не на той такси ездишь, не так там себе убирайся. То есть куча каких-то непонятных вот этих вещей. А нужно просто, как вы говорите, пробивать чек. Просто принесли вам просрочку, нашли, ну, пробейте и все. Ну, либо, если заметили, что просрочку пробиваете, так и скажите, это просроченный товар, не придумывать какую-то сказку про то, что там касса не дает, там что-то мы скрыто не пробиваем. Да мы все прекрасно знаем, что любой человек может прийти с ребенка, там, водички попить, на кассе попить. Нет в этом ни хищения, ни порчи имущества, если человек не имеет умысла на вот эти противоправные действия, и он на кассе оплачивает, даже съеденный товар, там, булочку, это не преступление. Мы все прекрасно знаем, что человек, который намеревается купить, он, в принципе, уже приобрел. Вопрос оплаты денег, это чисто время до передачи может быть оплачено, после передачи товара, во время передачи товара, это не имеет значения. А я считаю, что нужно сначала оплатить товар, а потом его съездить. Это ваше мнение, оно не основано на законодательстве. Вы когда на рынок идете, вы же пробуете, да, вам даже дают пробовать. Это сейчас никто не берет. Я в России не слышу никого. Более того, вот смотрите, есть даже в законе прописано, есть такой метод определения качества продуктов органолитический. То есть я просто попробовал, я понимаю, вот конфетку, да, я попробовал, я понимаю, что я не буду их покупать. Ну, хотел килограмм купить, но взял одну, попробовал и не хочу. Да, я оплачу эту конфетку, за эту конфетку, но я не буду покупать конфеты, которые мне не нравятся. Там по вкусу, ну, то есть это мое право, право потребителя попробовать, понимаете. Ну, вот кому-то нравится что-то, кому-то не нравится. Вот у вас много товаров, которые я никогда в жизни не пробовал. Вот я немного, недавно узнал про вот такие пончики, про то, что это, оказывается, не ваша выпечка, а то, что это замороженное приходит. Вы просто размораживаете и обманываете потребителей, пишете изготовлено и упакованно. А должно же как быть написано? Изготовлено, упакованно, дифрактированно и... Ну, вы знаете, да? Ну, это разные вещи. А это обман, это вот безоблужение. Да, вы это все знаете, вы здесь работаете, в этой схеме варитесь. А вот я не знал этого. Многие люди до сих пор верят, что вот эта выпечка свежая, так называемая, что это ваша выпечка свежая. Ну, это ж неправда. И все кричат, она вот горячая только-только с печки. Да, она только-только с печки, только-только разморожена, подогрета, но не выпечена. Ладно, всего хорошего, до свидания. Не, я не буду. А, ты же не ешь? Я не ем это говно. Помимо того, что это говно, я еще не ем хлеб этот. Блин, как ты не заметил сразу в хорошем состоянии. Слушай, они тут сразу спектакль начи разыгрывать. Кассиру стало плохо. Мы ее не обслуживаемся, ничего не делаем. Она что, шума боится? Исбалансированными блюдами, которые порадуют школьников и их родителей. Не знаю, я в сумма сошел каждый день вот это вот слушать, это радио. И сидеть в маске. Не нравится работа, не умеет работать с клиентами, пожалуйста. Найдется на ее место работники. Да, Игорь, найдется на ее место работники? Я думаю, в очереди будут стоять. Хотя, я не знаю, какая тут зарплата у вас. Явно небольшая, раз не дорожите рабочим местом. А вы, прежде чем кидаться такими громкими словами, о том, что вот только у всех, якобы, просрочку не покупают. Вообще не продают. Подумайте, вообще это выполнимо с вашей стороны или нет? С стороны кассиров. Потому что вы прекрасно знаете, кем вы будете в следующем моем ролике. И вы можете на меня в суд подавать. И в литературном слове «баламут» нет ничего оскорбительного. Да, есть нотка неуважения. А я вас не уважаю, вас нет за что уважать. Судя по вашему поведению. Оскорбиться вы можете на все что угодно. Это же надо так вот, просто до такой степени доводить, что мы здесь сколько торчим. Из-за чего? Из-за того, что надо просто устранить замечание. Но это вообще минутное дело. Сказали спасибо, нашли, все, вы справились. Они говорят, помогайте нам. Да что еще помогать? А вам что, раб что ли на галерах, да? Владимир Владимирович, тезку попросите, чтобы он помогал. Помогайте им. А не хотите ко мне прийти домой помогать, посуду помыть? Не хотите, не? Ну, ваши сотрудники предлагают помогать вам. Вашу работу делать. Не хотите, Игорь? Просто когда говорите определенные вещи, думайте, что говорите. Это уже там на работу меня устроили. А, кстати, давай, устройте меня на работу. Игорь, давайте, я буду просрочку искать. Или опять все баламуты будете здесь. Только ля-ля-та-па-ля можете. А, Игорь, у меня паспорт с собой. Возьмете меня на работу? Вакансия есть, нет? Что молчите? Могу камеру включить? Можете реабилитироваться. Вот так вот. Говорит, устроитесь на работу и типа помогите нам. Давайте устроюсь. Давайте. На условную какую-то там зарплату. Не ради денег. Не ради денег. А ради того, чтобы посмотреть, как вы тут работаете. Да вы меня ни за что на работу не возьмете. Потому что если я покажу, как вы здесь работаете, как вы перефасовываете сыры, колбасы, перемаркировку делаете, да вы вздернетесь в первую очередь. Вы же замалчиваете это все. На работу они меня возьмут. Менты тоже что-то не едут. Ну, вам респект дайте за что? За, так сказать, стрессоустойчивость. Просто так не каждый может железобетонно молчать. Я, правда, не знаю, что там у вас творится. Может, вы сейчас рванете и вас разбрызгает тут всех. Просто вот мы будем отмазываться от вас. Но, бля, железобетонный, да, гражданин. Был бы этот Уася. Да вот этот Уася. Они же все смелые вот в интернете сидят, пишут, написывают. Да я, да я, если бы я там был на кассе, да я бы тебя там то-то, то-то, да. Ну что, где то-то? А? Ты не Уася, не? Угрожальщик. А может, правда? Да, откуда я могу знать, кто там? Да где, есть предположение, кто это, ну, знаешь. Я могу уже вот эти сообщения коллекционировать, понимаешь? Столько придурков пишут. Уася, тебе и Уася. Я, короче, его сегодня забанил, задолбал он меня. А я, короче, ночью спал, я не слышал. И он это всю ночь, мне там в три часа ночи что-то писал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...